Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit4Life. Героем нашего сегодняшнего видео становится Конор Макгрегор по прозвищу Notorious, ирландский профессиональный боец ММА, боксер, бизнесмен и одна из крупнейших звезд современного мира единоборств. Но Конор далеко не всегда был всемирно известной мега-знаменитостью. Его история – это настоящая сказка о превращении бедного юноши в одного из самых богатых и узнаваемых спортсменов на земле. Он был безработным и жил на социальное пособие, а стал чемпионом величайшего промоушена UFC и завладел его поясами сразу в двух весовых категориях. Поединки с его участием собирают тысячи болельщиков на стадионах и миллионы любителей боев у телеэкранов, а его гонорары – одни из самых высоких. Конор Макгрегор родился и вырос в столице Ирландии, городе Дублине. С раннего детства страстью мальчика стал футбол. Он играл сам и болел за английский клуб Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что Конор подавал большие надежды в футболе, к 12 годам он закончил играть и всерьез увлекся единоборствами. Макгрегор начал заниматься боксом в местном клубе Крамлин в Дублине и быстро обнаружил склонность к ударной технике. В этом клубе он тренировался с 11 до 17 лет. И несмотря на то, что сейчас Конор является крупной знаменитостью, он по-прежнему регулярно возвращается в свой первый зал, поддерживая молодых боксеров Крамлинского боксерского клуба и делясь своими боевыми секретами. В 2006 году семья Макгрегоров переехала в другую часть Дублина под названием Лукан, что привело к тому, что Конор совершил навсегда изменившую жизнь случайную встречу. Изо всех сил пытаясь найти новых друзей, будучи дерзким подростком в чужой школе, Конор встретил Тома Игана, который впоследствии стал первым бойцом UFC из Ирландии. В то время они оба были просто школьниками, увлеченными футболом и драками. Но по словам Макгрегора, они уже тогда не сомневались, что станут великими чемпионами. Естественно, эта парочка не заставила себя долго ждать, чтобы вместе отправиться в путешествие в мир смешанных единоборств и заявить о себе в октагоне. Остальное, как говорится, уже история ММА. Макгрегор – обладатель весьма своеобразного для мира смешанных единоборств в стиле ведения боя. Известные спортивные аналитики, такие как Джо Роган и Доминик Круз, считают, что Макгрегор обладает своеобразным и весьма эффективным тактическим и техническим арсеналом. Также он знаменит своими уникальными способностями в области бокса и тэквондо. Он может выбрасывать мощнейшие удары руками как в голову, так и в корпус. Обладает нокаутирующим ударом как с левой, так и с правой руки. Однако Макгрегор известен не только своими бойцовскими качествами. Также он знаменит благодаря своим выходкам и поведениям вне октагона. Конор никогда не упустит момента для того, чтобы оскорбить, унизить или вывести из равновесия своего визави. Перед боем практически с любым противником он при каждой встрече выливает на него всю грязь. Его громкие высказывания заставляют обратить на него внимание всех СМИ из мира смешанных искусств. Макгрегор умеет продать свой поединок, привлекая огромную аудиторию благодаря грамотной раскрутке боя. Ирландец дебютировал в ММА в возрасте 18 лет в 2007 году, победив нокаутом в первом же раунде. А в следующем году он провел свой бой уже как профессионал, обеспечив еще один финиш техническим нокаутом, на этот раз во втором раунде. Но дорога к величию и славе не обошлась без испытаний на стойкость. Макгрегор столкнулся с первыми поражениями. Он проиграл Виталию Сетенкову из Литвы болевым приемом «Рычаг колена» на турнире в Дублине и Джозефу Даффи удушающим приемом. Эти неудачи настолько его расстроили, что будущий чемпион даже задумался о том, бросить бои в клетке и стать водопроводчик. Интересно, что уговорила и не бросать спорт мама Конора. Она увидела врожденный талант своего сына к боям и позвонила Джону Кавана, тренеру Конора. И тот убедил своего подопечного не бросать тренировки и выступления. И это сработало. В период с 2011 по 2012 год Макгрегор провел 8 боев и во всех одержал победы. Примечательно, что все бои он заканчивал досрочно нокаутами в первом или втором раунде. Последние 4 боя он провел в известном европейском промоушене Cage Warriors, что прочно поставило его на радар в UFC. Благодаря своей яркой и агрессивной манере боя, ярким нокаутам и невероятной удаче, этот болтливый ирландец имел все задатки для успеха за океаном. Его трэш-токинг стал легендарным и его начали сравнивать с Мухаммедом Али. Сам Конор называет эту тактику втягиванием противников в психологическую войну задолго до боя. Теперь все, что Конору было нужно, это аудитория. И Дана Уайт, владелец UFC, увидел уникальную возможность. Именно здесь, в Америке, карьера Макгрегора забросила его туда, где он находится и по сей день. Конор Макгрегор настолько впечатлил Дану Уайта, что тот предложил контракт с UFC всего через несколько дней после их встречи. Тогда Анаториус вспыхнул на американской арене, доказав, что он более чем оправдал шумиху вокруг своего имени, одержав пять побед подряд, одолев таких не последних UFC бойцов, как Макс Хэллоуэй и Дастин Пуарье. Первый титул в США Макгрегор забрал на турнире UFC 189 11 июля 2015 года. В бою за пояс титульного чемпиона мира в полулегком весе с Чедом Мендесом разыгралась настоящая война, которая началась с фирменного трэш-тока. Конор до поединка провоцировал Мендеса, сравнивая его с карликом. Чед – пятифутовый раздутый парень, я мог бы положить ему свои яйца на лоб. Чед же называл своего оппонента денежным мешком и обещал надрать ему задницу. Бой складывался по плану американца. Мендес уверенно забрал первый раунд, разбив лицо ирландцу, но Макгрегор проявил хладнокровие и в конце второго раунда нокаутировал Чеда. Далее Макгрегор потряс мир ММА, нокаутировав правящего короля полулегкого веса Жозе Альдо всего за 13 секунд. Макгрегор провел точный контрудар в челюсть, заставивший Альдо упасть на канвас и прервал его пятилетнее доминирование в качестве чемпиона UFC. В нокауте же Альдо не был долгих 10 лет. Смотря этот бой, было видно, что Жозе нервничал и кинулся на Конора с большого расстояния. Причиной тому стал треш-токинг Макгрегора на пресс-конференциях. Ирландец выливал на чемпиона помои, делал прогнозы на этот бой в свою пользу и даже сказал, что он нокаутирует Жозе в первом раунде, а тренер Конора и вовсе заявил, что ему достаточно одной минуты. В конечном итоге он смог залезть в голову Жозе и заставить того нервничать, а в итоге сделать роковую ошибку. Затем Конор сразился с ветераном UFC, стоктонским хулиганом Нейтом Диасом, который вышел на коротком уведомлении на замену получившему травму Рафаэлю Дусаннису всего за 11 дней до турнира. Естественно, большинство фанатов видело фаворитом боя более подготовленного Нотариуса, который к этому времени оседлал волну хайпа размером с небоскреб. Поначалу поединок развивался так, как и ожидалось, Макгрегор был быстрее и точнее в стойке, попадал чаще и наносил ощутимо больше урона. Диас же на первых минутах боя получил рассечение и в конце раунда оказался в партере, где пережил хорошую бомбардировку от Конора. Однако излишняя самоуверенность сыграла с Нотариусом злую шутку. Во втором раунде ирландец продолжил давить, но Нейт неожиданно активизировался и начал хорошо попадать с рук в голову соперника. Потрясенный Макгрегор пытался улыбаться и контратаковать, но Диас почуял кровь и перешел в наступление. Несколько фирменных корявых ударов и Макгрегор поплыл. В попытке восстановиться Конор бросается в ноги, совершая фатальную ошибку. Диас выигрывает позиционную борьбу, без сопротивления выходит в маунт, отгружает несколько бомб, заставив Конора перевернуться, забирает спину, переходит на удушающий и подрев шокированного зала заставляет Макгрегора сдаться. В бою реванши против Нейта Диаса, который состоялся менее чем через полгода, Конор одержал победу по очкам. Двое из трех судей отдали победу ирландскому бойцу, третий посчитал, что была ничья. Тот поединок был признан экспертами как однозначно лучший бой вечера. В клетке мы увидели расчетливого Конора, который раз за разом перебивал своего оппонента. Ирландец демонстрировал отличную ударную технику и не форсировал события. Весь пройденный тренировочный лагерь Макгрегора вырисовывался на лице Диаса. Оно было просто залито кровью. Невероятный прогресс ударной техники Конора вкупе с падким насечки лицом Диаса дали свои плоды. Однако Диас отнюдь не был мальчиком для битья и пару раундов все же забрал. Но судьи решили, что победу заслужил ирландец. После этого Конор сообщил о своем решении сделать перерыв в выступлениях в ММА и попробовать себя в профессиональном боксе, бросив вызов непобедимому Флойду Мэйуэзеру по прозвищу Манимейкер. Но перед этим он решил хлопнуть дверью и совершить прыжок в легкий вес, чтобы сразиться с Эдди Альваресом. Бой полностью прошел под диктовку Макгрегора. Все два раунда Наториус держал длинную дистанцию и выжидал момента для атаки. Сложилось чувство того, что Альварес перегорел не иначе. Его попытки сократить дистанцию надскоком заканчивались контратаками Макгрегора. И только в первом раунде Конор четыре раза отправил Эдди в нокдаун. Во втором раунде через пару минут Эдди в очередной раз попытался сократить дистанцию, но нарвался на серию из четырех ударов и был безжалостно добит. Тем самым Наториус повторил свой подвиг Кейдж Войерс, став чемпионом UFC в двух дивизионах и первым из европейцем, сделавшим это. Следом состоялся дебют Макгрегора в боксе. Бой между ним и непобедимым Флойдом Мэйвезером с нетерпением ждал весь мир. Его несколько раз переносили и многие уже не верили, что такому грандиозному событию вообще суждено состояться. Однако бой все же случился. 26 августа 2017 года в городе Парадайсе при Горете Лас-Вегаса на Тимобайл-арене. Никто не знал, чем закончится эта битва. Хотя все расклады говорили об одном, выигравший все 49 поединков за карьеру американец Мэйвезер, должен был легко нокаутировать неопытного в боксерском ремесле ирландца Макгрегора. Однако ему пришлось немало постараться, чтобы добиться успеха. Специалисты прогнозировали разный сход поединка, говоря, что если Конору Макгрегору удастся выстоять шесть раундов против грозного боксера, то он сможет себя уважать. Но ирландец оказался не из робкого десятка. Довольно шустро, начав схватку, он правда вскоре выдохся и его удары перестали быть опасными для сорокалетнего Мэйвезера. В итоге к десятому раунду Конора Макгрегора загнали, словно хищника на охоте. После очередного пропущенного удара Макгрегор прижался к канатам, его схватил судья и объявил об окончании поединка. Флойд Мэйвезер победил техническим нокаутом в десятом раунде, который все назвали боем века. Макгрегор заявил, что смог бы победить Мэйвезера, если бы получил на это шанс снова. Он три раза менял тактику по ходу боя. В третий раз он использовал мексиканский стиль, поднял перчатки, присел и начал наступать. Это застало меня врасплох, поскольку он никогда раньше так не действовал. Я этого не ожидал и не был к этому готов. Это принесло ему победу. Он молодец, но факты таковы. Если бы у меня был еще один шанс, то я бы победил, говорит Макгрегор. Спустя год Конор наконец вернулся в октагон в UFC в восемнадцатом году, чтобы сразиться с непобежденным нагистанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Пояс чемпиона к тому времени находился в руках последнего. В первом раунде Нурмагомедов после недолгой разведки в стойке перевел бой в партер, где планомерно атаковал соперника в голову и корпус. Во втором раунде Нурмагомедову удалось отправить Макгрегора в нокдаун. И хотя в третьем раунде Конор активизировался в стойке, его удары не наносили на ощутимого вреда Нурмагомедову. В четвертом раунде Хабиб вновь перевел Макгрегора на наностил, где сразу после серии ударов сумел взять его шею в плотный захват, после чего ирландец постучал, сигнализируя о сдаче. Еще одно возвращение восьмиугольник Конор предпринял на UFC 246 в январе 2020 года. Его оппонентом стал Дональд Сироне. Макгрегор одержал победу техническим нокаутом, ударом ногой в голову с добиванием на сороковой секунде первого раунда. Тот бой вызвал немало споров. В частности, боец UFC Night Diaz предположил, что поединок носил договорной характер. Миллионы людей восхищаются Конором. Но кем же восхищается он сам? Мухаммед Али и Брюс Ли оказали наибольшее влияние на Конора Макгрегора. Он отражает это в своем боевом стиле, сочетая в себе работу ног, уклонения и ударный стиль обоих своих кумиров. Макгрегор также является мастером маркетинга и саморекламы. С помощью грамотного трештокинга разжигает настоящее безумие в СМИ. Во многом он берет в этом пример у своего кумира Мухаммеда Али, который, как известно, тоже не лез за словом в карман в преддверии своих боев. Еще одним человеком, о котором очень лестно высказывается ирландец, является нападающий сборной Португалии по футболу и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналдо. Криштиану феноменальный спортсмен, человек и предприниматель. «Я восхищаюсь его достижениями в спорте и всей его жизнью», — сказал Конор в одном из своих интервью. Чему мы можем научиться у Конора Макгрегора? Одно время Конор был безработным молодым человеком, казалось бы, без всяких перспектив на будущее. Но он не смирился с таким существованием, и спустя годы и бесчисленные часы тренировок в зале, работая над собой, он стал мировой суперзвездой. Так в чем же был его секрет? Деньги и удача, тут абсолютно ни при чем. И правильный ответ — это дисциплина и упорство на пути к своей цели. Он год за годом закладывал фундамент для своего будущего успеха. Непоколебимая уверенность Конора сочилась как внутри, так и за пределами восьмиугольника. Даже когда он бился против, казалось бы, непобедимых чемпионов. Он научился преподносить себя вне октагона, иногда сея неуверенность и паника у противника еще задолго до того, как оказаться с ним в клетке лицом к лицу. Конор Макгрегор стал больше, чем человек, сражающийся в ринге. Он превратился в персонажа фильма, которого многие любят и многие ненавидят. Это история человека, который никогда не сдавался и оставался стойким даже после поражений. На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До новых встреч!